Привет! На днях я посмотрела комедию «Космические кодицы Эмми Робертс в главных ролях» и хочу поделиться своим мнением, потому что очень много критики пишут про этот фильм. Да, действительно, это что-то непонятное, такое уже не снимают. Возможно, если бы фильм вышел в нулевых, его бы полюбили, но не в наше время. При этом Эмма Робертс – это моя самая любимая актриса, сколько себе помню, наверное, лет с 13, и лучше я не знаю. Ну, конечно, я знаю, что есть кто-то более успешный, но для меня вот Эмма – это идеал. И все проекты с ней я смотрю, они мне в любом случае нравится, потому что она там присутствует. И как бы я ждала «Космический кадет», но у меня не было, ну, как бы, какой-то высокой планки. Просто очередной фильм на один раз, не более про космос, мне такое вообще неинтересно. И у меня возникали поначалу мысли, а зачем она вообще на это подписалась, зачем она это смотрит, почему, как. То есть не смотрит, а снимается в этом. Ну, это ее выбор. Возможно, она хотела избавиться от роли стервочки, к которой мы привыкли, когда она играла в «Королевах Крика», в «Американской истории ужасов» и в куче других проектов. Но до сих пор самый-самый мой любимый фильм с Эммой – это, конечно же, «Нерв». Помню, как еще училась на первом курсе в универе и пошла в кино на этот фильм, а было очень мало желающих, сеанс хотели отменить, но все-таки он был, и я тогда наслаждалась. Жаль, что эти времена уже прошли. Так вот, космический кадет. Если кратко о сюжете, то это вообще нереалистичная история. НАСА решили набрать для себя в компанию кадетов, которых они отправят в космос. Это люди там плюс-минус до тридцати лет, у которых якобы должно быть космическое образование, инженерное и все такое. И они решили отправить ракеты в космос не профессионалов, которые у них уже дома работают, а буквально людей с улицы. А Эмма, то есть ее героиня, которую зовут Репс, с самого детства мечтает попасть в космос. Это были ее грезы вместе с мамой. К сожалению, мама не стала, как и возможности попасть в НАСА, потому что она так и не выучилась в колледже, в университете и пошла просто работать барменом. И вот она видит объявление от НАСА, что набирают новых учеников, а ее подружка слегка так приукрасила резюме, выдав Рекс героиню Эммы просто за супер-купер ученую, которая может предложить инновационные решения в космосе и помочь быстрее как бы организовать быт на новой планете, ведь НАСА хотели переселить часть людей туда. Конечно, Эмма не знала, что ее резюме немножко так подделали, и она очень удивилась, обрадовалась, что ее взяли в команду и поехала в этот НАСА университет. Там она уже поняла, что слегка так слегка отличается правда от реальности, прописанной в ее рекомендационном письме, и как бы там уже начинается испытание, но чудом, ну Эмма же была на ней героиня, да? Большую часть фильма она совсем справляется, показывает, что она на высоте, хотя ее подруга обо всем догадалась и помогала ее, вот натаскала в науках, плюс у нее есть красавчик босс, в которого Эмма слегка так тайно влюбилась, босс любил ее больше, но они не могли быть вместе, ведь он и ее начальник. В общем, все по ром-кому. И там действительно много шуток, но они какие-то не смешные. И по факту главная задача была это снять комедию, а комедии-то и, ну, не было. Нет, если в принципе так поднатянуть, то все нормально. В общем, не буду рассказывать весь сюжет. Добралась все-таки Рекс до космоса или нет? Стала ли она строить отношения со своим боссом? Но в интернете пишут очень много критики о том, что этот фильм не оправдал себя, Каст пытался выжать все, что он мог, но тоже не справился, что в принципе этот фильм не имеет права на существование, что это провал в карьере Эммы Робертс и других актеров, что они пытались соединить космического рейнджера и блондинка в законе, но у них ничего не получилось. И вообще этот фильм не для 2024 года, надо было выпускать его лет 10-15 назад. Возможно, люди и правы, если они серьезно относились к просмотру, а когда ты получаешь фильм просто на один вечер, чтобы посмеяться и посмотреть на любимых актеров, то почему нет? В принципе, прикольное кино. Особенно если смотреть на скорости x2, потому что я так и делаю, и по факту я не могу сказать, что полтора часа фильма я потратила стряк. Точнее, для меня это было даже не полтора часа, а 40 минут жизни на скорости x2. Короче, второй момент Эмма начали обвинять в злоупотреблении филлерами и ботоксом, что ее лицо заморозилось, что она больше не были такой красивой, как раньше, что филлеры и ботокса ее испортили. Ну, понятно, что у нас знаменитость, и все делают какие-то уколы. Это не секрет, не тайна, и это нормально. Но Эмма все равно выглядит красивой. И ее вообще попытались как-то так омолодить, освежить. Она надевала такие подростковые образы, больше ярких красок, что-то с космической голографикой, короткие шорты, короткие топы. В общем, все, чтобы выглядеть девчонкой лет 22. А еще у нее были всегда яркие макияжи и прически с использованием мелких косичек, что тоже давало свои годы. В общем, в целом образ у нее был яркий, она меня даже вдохновила тоже иногда заплетать косички, делать волны, как вы видите. Я сегодня накрутила волосы, и нет, я не пытаюсь косить под Эмма Робертс, хотя иногда мне раньше в детстве говорили, что я на нее похожа. Сейчас я сходства не вижу, наверное, кто-то из нас сменился. Но не суть. В общем, почему мир продолжает осуждать женщин за уколы красоты. Лично у меня не было никаких инъекций никогда, и я вообще не хочу их делать. Но это я сейчас так думаю, когда мне 26, и пока что не нужно бороться с морщинами и всем остальным. Но если я ему это уже сделала, она все равно выглядит красивой. И причем это пишут мужики. Мужики пишут, что все, ботокс ее испортил. А там же видно по аватарке и по имени, кто это в комментариях пишет. А они, скорее всего, сами из себя ничего не представляют и просто осуждают. А еще этот фильм тоже осадили за то, что там феминизм и повестка дня такая. Ну блин, мы живем в 24 году. Если ты создаешь фильм, там должно быть что-то о феминизме. Иначе тебя просто не пропустят. Но это факт. В общем, закидали фильм камнями. И я надеюсь, что это не последняя работа Эммы. Потому что до этого выходил фильм «Мадам Паутина» от Сони. Якобы это должно было быть как-то связано с Человеком-пауком Питером Паркером. Но это вообще там все повырезали. И Эмма там играла как раз-таки мать Питера. Но это тоже вырезали. И непонятно. Она там просто играла беременную женщину, которая родила. И так даже не сказала, как зовут ее сына. Хотя изначально по сценарию он должен был сказать, что его зовут Питер Паркер. Короче, не везет и с проектами. Я надеюсь, следующее будет что-то хорошее. Потому что не хотелось бы, чтобы из-за двух неудач карьера оборвалась. Советовать космический калет или нет? Ну, я не знаю. Если вы любите Эммы Роберс, то да. А если вы хотите посмотреть что-то юмористическое, серьезное, и что не заберет зря ваше время, то нет. В общем, выбор за вами. А я просто не хочу, чтобы ее обсуждали, осуждали, угнетали, насмехались и критиковали. Потому что это моя любимая актриса, и я буду ее защищать. Собственно, поэтому я и сняла данное видео. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok